13.06 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Яна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. На этот раз в гостях у нас Николай Голиков, главный редактор журнала ДДТ. В этот раз как гость, а не как ведущий. Добрый день. Я вот здесь в этой студии на всех курах посидел. Добрый день, уважаемые друзья. Всем-всем-всем добрый день. Всем приятного аппетита. Анна, тебе тоже добрый день. Спасибо. Дежурное такое приветствие прозвучало. Традиционное от Николая Голикова. Я напоминаю слушателям, что вопросы гостю задаю не только я, но и вы. Через форму анонсов на нашем сайте. Можно это делать. Ну и не забывайте, что на сайте вечером сегодня появится в звуке программа. Можно будет ее послушать и посмотреть видео. А в ближайшие дни можно будет почитать расшифровку эфира. Это для тех, кому удобнее именно в текстовом варианте воспринимать информацию. Николай, давайте начнем все-таки с федеральной темы, которая плавно перейдет в городскую тему повышения НДС. Накануне Государственная Дума одобрила повышение налога до 20% со следующего года. За повышением пенсионного возраста эта тема как-то меньше обсуждается. И петиции я не видела в таком массовом варианте, как с пенсионным возрастом в интернете. Но тем не менее, как говорят эксперты, повышение НДС кажется на жизни каждого из нас. Безусловно. Дело в том, что НДС, конечно, как бы считается, что мы вроде не платим. Вот так народ считает, что НДС, НДС там платят фирмы, предприятия и так далее. На самом деле, конечно, мы все являемся оплательщиками. Потому что всякий раз, когда мы получаем в магазин чек, обратите внимание, это строчка есть такая. Соответственно, раз у нас правительство увеличивает... Кстати, тут еще интересный такой факт. Это 18-20% повышение, да? И все говорят, так что на 2%? Особенно, конечно, отрост не на 2%. Если посчитать, там, 20 рублей разделить на 18, получится 111, еще единичка в периоде. То есть, реально идет повышение налога на 11%, в целом, на 11,000. Соответственно, все, что мы в чеке видели, увеличится чуть-чуть в своей части НДС, как раз на эти самые 11%. Поэтому, на самом деле, плательщикам налога станем именно мы. Мы, согласись, в нашей экономике, вообще в любой экономике деньги неоткуда не появляются. Это же не про Цельсию мыши, да? То есть, они не могут там завестись грязной тряпкой. У нас деньги качают двумя способами, в виде газа из-под земли, там, в виде нефти из-под земли. Других способов за последние годы у нас вроде как не изобрели. Соответственно, раз все эти потоки, они как куда-то шли, туда идут, то есть, они никак не подвержены этим вещам, да? То вот эти 640, по-моему, миллиардов, назвали цифру, да, которая должна пополнить этот бюджет. От 600 до 640? Ну, где-то так, да, 640 миллиардов рублей, которые за год должны добавиться к нашему бюджету. Соответственно, они ниоткуда из другого места взяться не могут, кроме как из наших карманов. Соответственно, вот эти 640 миллиардов, вот эти 140 миллионов человек, которые у нас живут в России, они, собственно, заплатят. Можно поделить, я даже поделил, так у меня примерно получается, примерно по 4,5 тысячи рублей на брата. Вот, это вот повышение, оно нам, условно говоря, только в чистом виде из-за повышения НДС, оно нам обойдется вот в такую сумму. Каждому? Каждому, да, но это вот именно сам факт повышения НДС. А так как это же такой камень, который брошен в речку и оставляет вокруг себя много-много кругов, да, эти круги все увеличиваются, 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 оно же коснется всего. Ну, я на самом деле видела прогнозы экспертов в сфере недвижимости, говорят о том, что, несмотря на то, что недвижимость не облагается налогом, да, все вот сопутствующие услуги, товары и прочее, все, что закупается в процессе застройки дома, все будет облагаться налогом, и стоимость недвижимости, несмотря на то, что НДС увеличивается на 2%, вырастет минимум на 5%. Безусловно, НДС не на 2% увеличивается, еще раз говорю, на 11%, на самом деле. Вот, это вот как раз то, о чем я хотел сказать, что на самом деле подрастет в цене совершенно все, потому что все основное на электроэнергии, она облагается НДС, на воде там, она облагается НДС, на продаже воды, газ, который там пользуется, он облагается. То есть все вот, все ресурсы, бензин тот же самый, да, там мало того, что акции, там еще и на акции с НДС тоже ведь. Но продукты питания первые. Продукты питания, причем я совершенно уверен, раз это решение принято, то, соответственно, любая организация, занимающаяся реализацией своего товара, да, она не будет ждать 1 января. Мне тоже что-то подсказывает, что повышение начнется раньше. Конечно, оно уже, вот сейчас решение принято, я думаю, даже до этого постепенно они начали уже закладывать свои будущие затраты, вот, и, естественно, они же не будут закладывать это повышение там, ну, один в один, да, типа того, что они под такой шумок у нас всегда радостно повышают сразу по максимуму, да. Ну, мало ли, что потом будет. Запасно. Лучше сразу запасно. Вот, поэтому это на самом деле повышение НДС, оно очень коснется у всех и каждого, просто мы еще пока это не поняли. Хорошо, в таком случае вопрос, почему жители России, граждане страны как-то очень неактивно себя ведут, я так понимаю, никто из нас не хочет платить больше, вот, мы не готовы платить больше, особенно это касается региональных городов, все-таки не столицы, и зарплаты совершенно иные. Тем не менее, ни повышение НДС, ни повышение грядущего пенсионного возраста не вызывает такого протестного, не знаю, там, каких-то протестных действий, какой-то протестной активности, люди на улицы не выходят. Это связано с тем, что ужесточилось наказание за несанкционированные митинги или просто людям уже все равно? Ну, люди где-то, конечно, выходят и у нас выходят. Но вчера вышли несколько десятков человек на митинг анонсированный. Да, выходили. И разрешенный. Да, и разрешенный. Но дело в том, что, мне кажется, во-первых, вот после той волны протестной, которая прокатилась году где-то там, наверное, в 12-м, да, вот, в 11-м? В 11-е-12-е годы. В 11-е-12-е годы, да, когда, на самом деле, были массовые очень протесты, и когда результатом этих протестов ничего не стало. То есть люди в эту форму прямой демократии, так сказать, они просто разуверились в ней, то есть выходи, не выходи, и голосуй, не голосуй, все равно получишь серб и молод, так сказать, как у нас говорили. Николай, но все-таки в 11-м году протесты были больше такие политические, я бы сказала, а здесь касается вот реально каких-то вещей таких бытовых. Без всякой разницы, потому что, как бы, эти бытовые вещи, они следуют из политической системы, мы себя прекрасно понимаем, да, то есть у нас такая система, которая продуцирует, продуцирует, продуцирует вот именно такие вещи, вот, по-другому жить не может, только повышая нагрузку на граждан, потому что больше другого она предложить нам не может. Вот, все равно все эти протесты, и экономика, и политика, это вещи пересеченные совершенно, да, то есть даже их очень трудно разделить. Во-вторых, мне кажется, за то время, которое прошло с тех протестов, люди, которые активно выступали в качестве лидеров, да, они все потихоньку вписались в систему, вот я в Кирове это наблюдаю, да. Или уехали. Либо выехали, да, ну я по Кирову говорю, в основном вписались каким-то образом в систему, заняли такую позицию, как сейчас говорят, такой конструктивного диалога, да, с властью, тихонько вписались либо в властную, либо в околовластную структуру, и чувствуют себя хорошо. А им на смену как-то вот никто не пришел, вот, понимаешь, таких, как бы, вот, если брать опять же Покирова, харизматичных лидеров, сейчас у нас нет. Я очень уважаю Вадима Ананима, предположим, Ананима, да, который вот организует эти вот от имени открытые, вчерашние митинги, вот, он очень порядочный человек, но он не харизматичный лидер, понимаешь, он довольно-таки такой человек другого плана, да, вот, а все-таки вот эти вот митинги, демонстрации, шествия и прочее предполагают несколько другой образ человека, который вот это собирает, придет, их сейчас нет. Должен быть трибун. Да, настоящих буйных малого. Да, вот и нет уважаков, да. Это тоже одна из причин, вот, и, во-вторых, конечно, понимаешь, тут все, конечно, очень успешно, удачно сделано, во время большого массового событий именно чемпионат мира, когда люди на самом деле отличены, это лето, это период отпусков, это период садов и огородов, я сам, как бы, сейчас это в полной мере на себе испытываю, это, кстати, и сады, и огороды, и футболы, и все прочее, когда, по большому счету, особо тормозить-то некогда притормозить и подумать, вот. Ну, кроме того, это же не завтра произойдет. Вот, и, кроме того, вот, если брать тоже повышение пенсионного возраста, как бы, знаешь, все же ждут чего? Все ждут, что появится наш великий и могучий Владимир Владимирович и скажут, нет, ребята, я этого не допущу. Все вот в это верят. Даже фейковые новости появляются. Да, регулярно появляются. Да, что сказал, два года ничего повышать не будем, все ждут, и, вероятнее всего, какого-то изменения в предложениях мы, на самом деле, дождемся, потому что Владимир Владимирович должен был свою позицию высказать. Вот, а тем временем, пока все вот спокойно ждут и все верят в это, да, потому что у нас ведь умом наша власть непонятная, и можно только верить, да. Николай, ну вот смотрите, есть оппозиционные все-таки партии, как бы мы к ним не относились и считали их встроенными в систему или не считали, я имею в виду, прежде всего, парламентские партии. И каждая из них, по крайней мере, на последнем заседании законодательного собрания активно высказала свое фильм о повышении пенсионного возраста, да, у кого-то были даже альтернативные проекты, которые не прошли. Тем не менее, вчера в этой студии был Сергей Мамаев, я его спросила о том, почему оппозиционные партии, каждая из которых выступает против, не могут объединиться вместе и консолидированно собрать какую-то протестную акцию большую, с большим количеством сторонников. Сергей Павлинович мне сказал, ну мы же никому не мешаем к нам приходить, но, видимо, и не помогают. Нет, так дело в том, что... А ведь для них это хороший ресурс. Дело в том, что здесь, в общем-то, любая акция, которую проводит политическая партия на региональном уровне, у нас ведь вообще, понимаешь, у нас ведь не только оппозиционная партия, и у нас вообще все так устроено. Мы же делаем все не для тех, кто снизу, а для тех, кто сверху. Соответственно, коммунисты, проводя митинг, должны отчитаться. Мы в Кирове провели митинг. Не мы поучаствовали... То есть федеральный бюро, как и в Кирове. Не мы поучаствовали в каком-то общем мероприятии, не нами организованном. Зачем нам это? Мы должны под своими знаменами это мы провели, да? То есть наше отделение работает, наше отделение живет. Какие-то... Работать на пользу другой партии оппозиционной, которая как бы является конкурирующей силой, да? Это, конечно, не поощряется. А сказать, мы вместе провели митинг, вот, в организаторах ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ? Видимо, это как-то не приветствуется. Я думаю, должно быть КПРФ. А остальные приходите к нам, мы же никого не будем, да? Ну и остальные, видимо, так же считают. Точно так же, конечно, ЛДПР, когда мы проводим митинг, приходите все к нам, пожалуйста, присоединяйтесь. Только без ваших флагов. Хорошо. Рост протестной активности какой-то возможен или нет? Ближе к осени, может быть? Я, честно говоря, в этом плане довольно-таки такой пессимистичный товарищ. Я не думаю, что будет какой-то рост протестных настроений. Потому что, смотри, вот за то время, которое пройдет до зимы, да? Вот пока все ждут... Ну, будет еще первое чтение, да? Пока все это пройдет. Вот это вот... Люди свыкнутся. Люди свыкнутся с тем, что это неизбежно произойдет. Люди просто свыкнутся, скажут, хорошо, возьмут свои пояса, затянут их чуть потуже. Да и сейчас я уже замечаю, что очень многие люди, которые все время забросили свои сады и огороды на электронную лизу, начинают понимать, что это все-таки хорошее подспорье. Вопросы продуктовой безопасности. Николай Голиков, главный редактор журнала ТДТ. В нашей студии в программе «Особое мнение». Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Я напоминаю, что вы слушаете «Особое мнение» Николая Голикова, главного редактора журнала ТДТ. Он в нашей студии. Ну, тему пенсионного возраста практически закрыли. Не могу не обратиться к вопросу нашего слушателя на сайте. На тему дней, пишет он. «Деперпл поехал в мировое турне, там барабанщик за 70». Я уже в этом году троих приятелей похоронил. Вот это уже не смешно. Им и 60 нет. Планируете ли вы через 10 лет, когда «Перплы» поедут в очередное турне, побывать на их концерте? Я небольшой поклонник этой группы, к сожалению. Или к счастью, я не знаю, как-то. Ну, в юности, безусловно, все мы слушали, как-то договорили. «Депапл». «Депапл», «Депапл». А вот я не очень сильно слежу за их творчеством с 70-х годов. Мне кажется, мне интересно. Поэтому я, скорее всего, не пойду так же, как не пошел в этом году. Но хотя я уверен, что это будет классное шоу. А вот насчет той грустной части, которую ты сказал в письме, что похоронил троих брюзелей, мы тут недавно посчитали, у нас из мужского населения класса уже половины нет. А нам еще ни сего одного возраста, как выяснилось, не близко. Да и несуществующего. Да. Да и до несуществующего мы еще не дожили. Что будет дальше? А того, который нам установят, я думаю, что мы очень многих не дочитаем. Это правда очень грустный вопрос. Это как-то связано с ситуацией именно в регионе? Или это связано больше с ситуацией в целом по стране? Ну, у нас есть свои особенности у регионов. Апеллирует ведь к тому, что растет продолжительность жизни с 30-х годов прошлого века. Выросла она? Объяснили, Кадима, кстати, говорят, у нас прогресс. Вон вчера обозреватель. Аж без мыла в душу леса. Это стихи Светлана Сырнева и Сырнева. Это совсем любимая. Вот как раз насчет того, как люди кормятся пропагандой. У нас радоваться здесь особо нечему, потому что, может быть, этот возраст в среднем, у нас же как в среднем все растет-то, да? В среднем по палате. У нас зарплаты в среднем по палате растут. Потом у кого-то полмиллиона, у кого-то 7 тысяч. В среднем хорошая очень зарплата. Я хватил на такую пожить немножко. 250-300 тысяч. Ты уже посчитала, да, молодец. Слушай, мы даже вдвоем на них. 253,5. Ну, вот так вот. Вот это все в среднем, конечно, цифры. На самом деле, я тут недавно посмотрел данные растетовские по 5 месяцам. По Кировской области. По Кировской, именно по Кировской области. Я вам скажу, что мы довольно сильно отличаемся от остальной России, не в лучшую сторону, потому что, если брать, рейтинговать просто эти цифры, то Кировская область нам мало по каким показателям входит в десятку или в двадцатку лучших регионов по России. По показателям смертности от различных причин вверху. От каких причин? От различных причин. То есть я обратил внимание, что у нас впервые, наверное, вот за долгие периоды, когда я наблюдаю за этим, практически все причины смерти, обычные, стандартные, но как бы самые распространенные, сердечные заболевания, онкозаболевания, так называемые внешние причины, они, ну, основную массу, смертей, стоят, они выросли все. На много? Везде по-разному все, в среднем где-то на 2,5 процента. Ну, смотри, видите, что значит эти проценты, да? Вот, условно говоря, давай возьмем... Ну, давай начнем сначала, мы начнем просто со смертности, да? Вот у нас за 5 месяцев умерло 8 тысячи со 48 человек, да? Это, если говорить в процентах, это всего на 1,8 процента больше, чем год назад. А если брать по людям, это 145 человек плюс, а если не 145 человек, представь их рядом с товарищем, вот настолько больше людей умерло. Это почти 3 законодательных собрания. Да, 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 а родилось наоборот на 279 человек меньше, чем за то же время того года, да? У нас сейчас, понимаешь, у нас на 100 родивших приходится 160 умерших. То есть убывает население, причем так активно. Это страшная сила, и дальше брать просто чистую убыль, да? То есть у нас убыло за вот эти 5 месяцев, за 5 месяцев, даже еще не год, 3 тысячи 120 только по естественным причинам, то есть умерли. Они говорят, а те, кто уехали, это примерно столько же обычно говорят. В том году, даже вот за год уже, их было всего там 2,7 тысячи, да, условно говоря, то есть очень резкий рост убор населения. То есть у нас в этом плане область довольно сильно отличается от других территорий России, потому что если взять вот такие рейтинговые вещи, как бы, да, например, взять там по самоубийствам, да, мы входим в топ-15 российских регионов. В топ-15. По каким показателям мы еще входим? Не по каким. Вот. То же самое брать там по смертности от алкоголя, у нас 8 место в России от алкогольных управлений. Это, кстати, тоже вот. Понимаешь, вот эти все вещи, вот сейчас говорят как, у нас плохая демографическая ситуация, давайте принимать новую демографическую политику, да? Ее принимают очередную, там, какие-то рекомендации вносят, все. И как будто бы люди не понимают, что та ситуация, которая сложилась, это не причина принимать новую демографическую политику, это следствие той демографической политики, которая велась все эти годы. Понимаешь? И ее надо не вновь принимать и улучшать, а полностью пересматривать. Потому что уже видно, что те меры, которые принимаются в этом направлении, якобы принимаются. Не работают? Абсолютно не работают. Мы улучшаем ситуацию. Ну вот тут возвращаясь к пенсионному возрасту, многие эксперты, кстати, говорят, что рожать будут меньше и позже, потому что для девушки 25 лет, условно говоря, мама-пенсионерка была большим подспорьем в случае, если не хватало денег на няню или на частный детский сад. Сейчас мама будет работать до 63 лет, а девушки не будут рожать. Девушки будут работать, чтобы помогать маме, которая еще вряд ли найдет работу до 65 лет, потому что уже сейчас очень сложности большие, они будут только усиливаться. Соответственно, девушке придется еще больше работать, чтобы мама, которая по пенсионному возрасту уже не работает, но пенсии еще не получает, чтобы ей помогать. То есть, понимаешь, она не сможет попросить ее посидеть с ребенком, потому что ее кормить еще надо при этом. И ребенка тоже не будет. Вот, и ребенка, конечно, не будет. И у нас в такой ситуации у нас получается некий замкнутый рук, и никто разрывать его не хочет. Понимаешь, то есть опять, когда идут рекомендации, что вот в последний раз там, ну, это все в основном провести семинар, там, провести пропагандистские какие-то акции. В общем, это косметические какие-то? Это полностью косметика, это для какого-то отчета, честно говоря, для использования каких-то денег, на проведение каких-то мероприятий, конференций, там, не знаю, чего там. Хотя, понятно же все, что здесь все, опять же, взаимосвязано, когда мы говорим о том же алкоголе, да, условно говоря. Ведь люди тоже пьют-то не просто так, а во-вторых, просто вмешать. Вы думаете, пьют, потому что жизнь тяжелая? Безусловно, безусловно, конечно. Может, просто так хочется. Видишь, алкоголь, это такая штука, он, конечно, не помогает решить вопросы. Абсолютно не помогает. Но он помогает их забыть. Понимаешь? Он помогает забыть эти вопросы. Человеку становится легче. Это своего рода такой социальный наркотик. Вот, и, соответственно, когда у человека нет много плохих вопросов, то ему как выпить-то не надо, по большому счету. Во-вторых, тоже, смотри, вот, когда начинают говорить, что мы можем решить, каким-то махом возвращаясь к любимой нашей антиалкогольной политике, да, ведь, на самом деле, получается так, что люди просто своими указами и распоряжениями вмешиваются уже не просто там в нашу жизнь, а в нашу физиологию, да. То есть, когда идут ограничения по курению, там, ограничения по алкоголю, люди как бы не забывают, что эти вещества уже встроены на наш обмен веществ. Но мы не говорим, мы не говорим о том, что это хорошо и это плохо, конечно. Мы не говорим, что это хорошо или плохо, я просто говорю о том, что это нельзя взять и изменить в одной части. У нас, в принципе, считается, что много. И вот повышение смертности от алкогольных отравлений, это одно из следствий той самой антиалкогольной политики. Потому что стали больше суррогатов употреблять? В том числе, потому что суррогаты доступны по цене. И не только суррогатов, понимаешь, если бы ладно суррогаты, суррогаты, пузырьки, там, все прочее, у нас активнейшая идет ночная торговля алкоголем, где ты покупаешь уже как будто бы настоящий вроде как продукт, вроде как за хорошие деньги, а что и... Гарантии нет. Гарантии нет. И поэтому вот такая сумма, когда у нас идет... Не поймешь, что человек пьет, а с утра еще он не может дело поправить, да, то и плюс жаркая погода, плюс отсутствие нормальной медицины на местах сердечной... У нас смертность растет от сердечных заболеваний в том числе. Несмотря на все предпринимаемые меры... У нас вот опять, смотри, у нас вот опять, несмотря на... Именно вследствие, предпринимая меры, вот что я хочу до тебя донести, именно те меры, которые мы предпринимаем, якобы делая медицину более доступной, там, вообще какой-то высокотехнологичной еще как-то, у нас наблюдается рост смертности по всем основным причинам. Вот что я хочу донести до нас, до тебя и до наших слушателей. То есть надо сесть, остановиться и подумать. Надо сесть, остановиться и подумать, а туда ли мы идем, потому что эти все изменения начались уже, извини за выражение, 10 лет назад. Вот эти 10 лет назад мы пришли к тому, к чему пришли. Надо понять, где здесь причина, а где следствие. И продолжать это, значит, усугублять вот эти все цифры. И уже не по 3000 будем год за 5 месяцев терять, а по 7000 человек. Печальная вырисовывается картина Николая. Да как не я ее вырисовываю, она вырисовывалась, эта картина, в всех цифрах, я могу... Главный редактор журнала ТВТ по статистикой. Маленькая короткая цифра, то есть о том, о чем мы всегда говорили, что один из таких главных показателей успехов медицины, это снижение детской смертности, да? Потому что она включается в целый комплекс мероприятий. Так вот, ну за эти 5 месяцев детская смертность выросла. Тоже выросла? Выросла, причем выросла. Николай, это не смешно. Это не смешно, просто выросла, она выросла на 17,9%. Эта цифра растает на 5 месяцев. Детская смертность выросла 4,6 случаев на 1000 родившихся. Это очень плохая цифра для Кировской области. Ну, 17, почти 18%. Это понимаешь, что это маленькие цифры на самом деле, они небольшие цифры на самом деле, да? То есть, как бы, ну вот, если брать. Поэтому 17, 17% это так страшно, да? Но вот все равно рост отмечен по этим, по итогам 5 месяцев. То есть и этот показатель, на который сюда ссылались, у нас должен быть полз. Здесь надо говорить, понять, где есть причина, где следствие, и пока не поздно еще задуматься и что-то менять. Хорошо. Я надеюсь, люди, от которых это зависит, все-таки начнут искать причины. Мы с Николаем Гориковым продолжаем. Тема достаточно важная. А, ну, слушай, можно еще немножко про цифры? Потому что, все-таки, опять же, если говорить там о демографической политике, вот еще цифра, которая мне просто безумно нравится. Радостная цифра? Нет, она мне нравится, потому что она очень показывает успехи нашей демографической политики, особенно в плане пропаганды семейных ценностей, на которые грохнуто безумное количество денег. За 5 месяцев у нас в Кировской области заключено 1977 браков, да? Угу. И зарегистрировано 2084 разводов. Разводов больше стоит. Да, у нас на 1000 браков приходится 1054 развода. И опять же говорить, что здесь причина деследствия, пусть люди ответственно за это подумают. То есть в полтора раза больше разводов, чем браков? Нет, не в полтора раза. А во сколько? Нет, на 1000 браков 1054. А, 1054. Ну, понимаешь, у нас как бы уже больше, чем женятся, уже разводятся больше, чем женятся. Это что-то абсурдное, конечно, но так у нас происходит. Может, жениться стали меньше просто? А может, разводиться больше стали? И так тоже можно. Разводиться стали меньше. Потому что они гораздо быстрее стали сокращением числа браков. Соответственно, и рождаемость детская у нас все-таки снижается. В том числе и поэтому. Вот. Какой-то ужас происходит в Кировской области. Еще раз говорю, здесь никаких домыслов, только цифры. Причем эти цифры, они не могут быть даже расстатом, как у нас. Не верят же статистики, да? Ну, конечно. Но эти, извини, цифры из актов записи гражданского состояния, все у них, ну как. Не припишешь, не убавишь, не добавишь. У нас в благополучной статистики обычно не верят, а вот такой, мне кажется, поверить можно. Просто, ну, когда эти цифры приходят в большой массе, и ты начинаешь их анализировать, мне кажется, становится страшно уже. Да, на самом деле это страшно. Становится страшно. Николай Голиков, главный редактор журнала ТДТ в нашей студии. Мы переходим к еще одной теме. Тема вышла в информационное поле в минувшую пятницу. Возбуждено уголовное дело по факту продажи Парка Победы, если я ничего не путаю. Об этом сообщили кировские СМИ. Официального подтверждения Следственным комитетом этой информации я пока не видела. Но, Николай, вы говорите, что ваш корреспондент... Это тоже косвенное подтверждение. Ну, что мой корреспондент, просто мои коллеги, так сказать, связывались со следственными органами, выяснили, что такое дело вроде существует. Но подробности его никто, конечно, не разглашали до сих пор. Ну, 159-я статья, часть 4-я, говорится о том, что сейчас оно возбуждено по факту, да, совершение преступления против, как я понимаю, пока не названного круга лиц, но этих лиц несколько. Перспективы... Вообще, обещали в понедельник этих лиц обнародовать, назвать виновных, невиновных, подозреваемых, неподозреваемых, но пока ничего нет. Вот эта история с тем, что было якобы обещание опубликовать фамилии, это какая-то вот такая игра хитрая, да? То есть следственные органы ждут, что люди, которые имеют отношение, как-то неправильно себя поведут? Нет, нет, нет. Дело в том, что раз следствие, дело уголовное возбуждено по факту преступления, да, то есть лица, список подозреваемых еще, собственно говоря, не установлен, то есть идет изучение материалов. И, соответственно, говорить о каких-то подозреваемых, когда они еще не получили такого статуса эти люди, это некорректно и неправильно, так нельзя делать. У нас только генерал Солдовник себе такое позволял, так сказать, сразу всех преступниками клеймить, да? Соответственно, мы должны все-таки, я думаю, подождать. Подождать, потому что, во-первых, может быть, в интересах следствия этот список вообще очень долгое время не появится. Может, вообще не появится? Вот. Или так не может быть? Так, 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 по большому счету, конечно, будет не может, все равно утечка какая-то либо произойдет, то есть мы будем знать. У нас внимательно люди, не глядя за тем, кто входит в какое здание, а кто выходит с какого здания, всегда все знают. Вот. Я думаю, что это будет ясно, просто пока еще не время дела, понимаешь, оно, по-любому, довольно-таки сложное. И касается, довольно-таки, судя по всему, лиц не последних в этой области. Вот. Поэтому здесь от следственных органов, безусловно, требуется определенная сдержанность, корректность. Вот. И так вот быстро что-то объявлять, я не думаю, что мы что-то очень быстро объявляем. Но, опять же, тот факт, что это дело, на самом деле, возбуждено, он уже немножко так согревает, потому что об этом говорили очень долго. Это несколько лет, это странная история, с судами, которые принимали, то сами же потом отмечали. Да, я напомню, что участок в Парке Победы был продан за незначительную совершенно сумму, 300 с чем-то. 300 тысяч рублей, да. Причем это снижение цены. И перепродан, по-моему, за 180 миллионов, если я не ошибаюсь. Я понимаю, что это вот снижение цены, насколько я помню, то есть 300 тысяч не появились не сразу, там несколько лет какие-то вещи производились для того, чтобы цена снизилась до определенного уровня. И потом за эти деньги он был продан. Вот. Потом он был перепродан уже, извините, за 100 с чем-то миллионов-то. Ну вот, у меня почему-то в голове цифра крутится 180, я могу ошибаться. У меня, по-моему, такая же крутится. 180, мы тоже можем оба ошибаться, но это в любом случае огромная разница с той суммой в 300 с чем-то тысяч, которая была первоначально названа. Поэтому, безусловно, эта история заслуживает внимания. Хотя бы вот потому, что здесь налицо определенные выгоды, созданные человеку, тому, который купил за 300 тысяч. И перепродал. И перепродал. И причем эти деньги, если этот участок стоят 180 миллионов, то есть он фактически изъял из нашего бюджета. Мог получить город, продавая за ту же сумму. Да. Мог город получить эти деньги напрямую. То есть здесь, соответственно, есть уже признаки определенного, скажем так, ну пусть наши следователи сами квалифицируют, определенного, ну, скажем так, нарушения закона. Поэтому этим должны были, конечно, заинтересоваться. И раньше уж не знаю, почему так долго тянули. Ну, у нас, как бы, если вспоминать тоже дело Прокопа, там 18 лет могут потянуть, ничего страшного. Вот. И главное, чтобы потом справедливость восторжествовала. Будем следить, как дела. Сроки какие-то реальные мы можем назвать, когда будет обнародована информация о причастных лицах, о судьбе дальнейшего участия. Все эти вопросы мы называемых в Следственном комитете. В Следственном органе. Понятно. Они пока молчат. Они, я так понимаю, пока работают. Я надеюсь, что это не так. Николай Голиков в нашей студии с особым мнением. Мы уходим на небольшую рекламу и вернемся. Николай Голиков, главный редактор журнала ТДТ в нашей студии. Мы продолжаем. Еще три темы у нас есть, как минимум, которые хотелось бы обсудить. Контрольно-счетная палата проверит расходы области на промпарки. Эта тема, я так понимаю, пока еще такая вот, ну, больше анонсная, да. То есть собираются выяснить, насколько были обоснованы расходы на создание парковых зон. Напомню, мы имеем в виду, под парковыми зонами не зеленые какие-то наслаждения. Да, не зеленые наслаждения, а промышленные из лесовой территории. Дело в том, что контрольно-счетная палата, вообще-то, она довольно много проверок проводит. И здесь это было одновременно. Я не знаю, почему именно сделали акцент на промпарках. Потому что, мне кажется, не менее интересную проверку они начали по поддержке малого и среднего бизнеса. Потому как расходовались средства на последние два года и текущие кусочки до 18-го года. По мероприятию по поддержке предпринимательского, мне кажется, это крайне интересная проверка. Я буду с интересным взрослым ждать результатов. И вторая проверка, которая тоже очень серьезная, насколько я знаю, это по расходованию средств на детей-сирот, на социализацию детей-сирот. Потому что по той информации, которая у меня есть, там крайне много нарушений. И эти многие из нарушений вообще-то тянутся на уголовные слухи. Социализация или там преобразовывающие реалы? Ну там, да, 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 да. Вот все вместе. Это все как бы такая. Есть некая госпрограмма, точно название не помню, но это как раз вот это все туда входит. Там, конечно, люди резвятся на этих деньгах, особенно в районах области. Что касается промпарков, просто такая тема больная у нас. Вот с 12-го года начинаю, как только пошла история с промпарком. И здесь вот я уже третий раз за неделю не удержусь. Я даже специально свою бумажку принес с великой цитаты от Татарстанского президента. Миниханова. Миниханова, да. Миниханова в 12-м году, когда наш тогда еще губернатор Никита Юрьевич ездил в Елабугу, в промышленный парк Татарстанский, а потом в набережные Челны, в промышленный парк, в набережные Челнах. А потом начали делать промпарк Вятских Полянах. Сразу говорю, провальный проект. Вы мои слова вспомните. Я знаю, что такое Вятские Поляны. От моей деревни это 35 километров. Я поэтому и спросил, где он будет. На поле, значит, не будет. Это говорит президент Татарстана, который отвечает за свой базар, скажем так. Просто у вас денег не хватит. У Кировской области добавить свои вряд ли получится. У вас других задач достаточно. Я из хороших побуждений. Вятские Поляны наши соседи. Но мы должны понимать, что если просто людей успокоить года на два, вот типа технопарк будет, будем счастливы жить, на это 500 миллионов хватит. А так вы лучше вещевой рынок сделайте там. Это тоже хороший бизнес. Вот такие слова. Слушайте, может Мениханов просто конкурентов отваживал, мы же не знаем. Может быть, да. Но понимаешь, он ведь как в воду глядел. Зарыли? Ну, 12-й год. Зарыли. А что мы имеем? Этот парк? Что он у нас? Подождите, а как же Тассер? Как же обещание, что туда придут инвесторы? А эти обещания у нас сколько лет уже длятся? Сколько раз вы уже открывали торжественно? Сколько ленточек перерезали? Ну, там некоторые инвесторы работают. Там есть некоторые инвесторы, но парк-то какой? Большой. Полмиллиарда-то мы грохнули. А где эти возвраты-то этой суммы? 600 лет, это уже знаешь, это уже очень долгие деньги. За 6 лет даже говядина окупаться начинает. Должны уже окупиться инвестиции. Конечно. Так почему и речь идет о промпарках. Промпарк это территория как бы такого опережающего развития, условно говоря, где деньги должны довольно-таки быстро окупаться. Потому что тем, кто там резидент, им создаются определенные условия, чтобы им легче было начать бизнес, легче начать производство, соответственно, получать прибыль и делиться этой прибылью с бюджетом. Но, понимаешь, у нас ведь, мне кажется, главная ошибка была какая? У нас к промпаркам отнеслись как к супермаркетам, наверное, как к торговым центрам. Вот мы построим торговый центр, мы назовем туда этих арендаторов там всяких, якорных и прочих. И они начнут работать, нам платить аренду. И у нас прямо все озолотится. Но ведь понимаешь, все-таки это не торговый центр. Это бизнес и бизнес, другой бизнес производственный. И такая схема не работает. То есть если создается промпарк, надо изначально думать самим, уже под кого-то конкретно, под какие. Тем более в наше время, когда, извини, на стандартном производстве ты ничего не получишь, не поднимешь. Потому что рынок очень плотный, надо какие-то инновационные темы вводить, где еще нет пока, не занят. А ниша рыночная, понимаешь? И это надо держать в голове. А сейчас мы получили то же самое, что со многими торговыми центрами. Стоит огромное здание, и там где-то в некоторых углах есть какие-то точки, которые продают лавочки. А в остальных местах лакунки такие сияют. Там пока пусто. Ориентаторы не идут. А собственник платит в это время за коммуналку? Все правильно. Вот я о том и хотел сказать. То есть расходы собственник несет, а доходов он не получает. Та же история была с промпарком. И в этом плане, конечно, президентарский план, то РАФ, потому что, во-первых, если бы в 12-м году там открыли вещевый рынок, барахолку, по-русски говоря, во-первых, обеспечили бы работой жителей Вязких полян, АВА просто стоял тогда. Помнишь о чем? Ну, конечно, да. Тогда же это моногород. Моногород, да. Были проблемы с городообразующим предприятием, с заводом Молот. Было не выплат зарплаты. Было необходимо людей чем-то занять, понимаешь? Надо было создать им срочно некую площадку. Вместо этого полмиллиарда заморозили на много-много лет. Завод за это время пришел в более-менее нормальное состояние. Люди как-то обустроились. Кто-то уехал, кто-то как-то еще. Но в Ядским полянам сейчас этот парк уже как таковый не особо интересен. Они решили себе проблему у себя на территории без него. Но его закрыть сейчас не получится после того, как такие деньги в него вложили, после того, как заявили об открытии ТАССР. Слушай, а у нас любимый второй-то парк, это Слободино, который, да? Ну, стоит там площадка и стоит, и не работает ничего. Там ведь ничего не работает. Там ведь как выяснилось, насколько помню, да? Когда парк построили, оказалось, что новым требованиям уже не соответствуют. Надо перестраивать. Надо перестраивать, да. Есть определенные технологические сложности, сколько я знаю, в Ядском полянском парке. То есть он планировался не совсем под то, что там что-то было происходить. КСП, если выявят какие-то нарушения, кого-то накажут за них? КСП никого не наказывает. Нет, КСП понятно, что нет. Это по тем вещам, которые, потому что я обнаружил, если что-то, на их взгляд, содержит какие-то признаки преступления, они, безусловно, сообщают все свои результаты в прокуратуру, органы прокуратуры. А там уже решают. Вот, сообщаются по губернатору, сообщаются в основном законодательном собрании, как бы вот общими усилиями по этому поводу что-то решается. Но, насколько я знаю, иногда, да, возбуждаются уголовные лапа правил КСП, очень довольно серьезные, потому что суммы здесь уже за миллиард зашкалило. И деньги бюджетные. И деньги все бюджетные, да. Николай Голиков, напоминаю, в нашей студии три минуты у нас остается. Две темы. Формирование нового состава общественной палаты, либо перспективы нашей команды Родина. Перспективы команды Родина, насколько я понимаю, сейчас об этом говорить немножко можно даже преждевременно. Я вот читал цитату из Федерации Афганистана. Федерация Хоккеистов России, да, 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 господин Мяус. Господин Мяус, он как бы объяснил, в чем причина, да. То есть наша Родина играет уже, по-моему, два сезона в чемпионате, не выносила. Взнос и сумма накопилась. Да, за два года задолженность. И сумма накопилась, насколько я понимаю, порядка 25 миллионов рублей. Надо расплачиваться только на эти вопросы. Эти, да, эти взносы каждый раз нам зачитывались под обещание руководства, что мы рассчитаемся. Ну, как бы, ну, идут навстречу, почему нет. Тем более, чемпионат заинтересован в том, чтобы участвовала больше команд платежеспособных. Но сейчас, видимо, верили, верили. В этом году могут уже не поверить под обещанием. В общем, мы ждем до 15 июля, насколько я понимаю, с Родиной. И решится тогда, будет играть Родина в Сокер-Лиге или уйдет ниже. Понимаешь, даже для того, чтобы уйти ниже, все, нужно платить деньги и нужно содержать команду. Нужны все равно деньги даже для того, чтобы играть в Первой лиге. Я боюсь, чтобы с Родиной не произошло то же самое, что произошло с Кировским Динамо. Вот чего я опасаюсь больше всего. Потому что, как бы, ладно, Динамо не играло. В высших эшелонах как-то это тихо спустили на тормозах. Кстати, очень заулыбался, когда я прочитал, что, оказывается, футбол у нас теперь будет развиваться как базовый вид спорта. Серьезно? В Кировской области? Да, в Кировской области, да. Со ссылкой на кого-то из правительства, видимо, не помню уже, скорее всего, на министра нашего спорта, что спорт массовый, да, базовый. Надо развивать его как именно статус базовый, то есть повысить статус его. То есть у нас была футбольная школа своя, как минимум, очень хорошая. У нас всегда была своя футбольная школа и очень хорошая. Да. У нас всегда проблема была в том, что... Только они содержали ее как следующее. Проблема была в том, что некуда выпускникам было идти этой школы. И, соответственно, понимаешь, когда тебе некуда дальше-то идти, ты теряешь интерес к этому делу-то, в виду спорта. Да, потому что когда есть команда мастеров, ты понимаешь, куда ты идешь. Пока была Родина, у нас активно развивался, значит, хоккей, сейчас развивается, потому что Родина еще есть, дай ей здоровье, чтобы она еще была. А вот как только Динамо пропало, вот у нас вот эту вот верхушку обрезали у пирамидки. И вот сейчас говорить о том, что у нас футбол будет базовый вид на спорта довольно забавно. С таким же успехом можно гольф объявить базовый вид на спорта. У нас тоже на Дима ничего нет. Так же с нуля начинать практически. То есть весь мир насилием и разрушим до основания, а затем, да, у нас то же самое происходит с футболом. Сначала вырастет маленьких звездочек, потом создадут из них команду мастеров, потом эта команда мастеров выиграет все возможные российские премьеры, а потом чемпионат мира по футболу. В том, что маленьких звездочек без команды мастеров не вырастет. Звездочкам надо куда-то идти. Иначе эти звездочки будут переезжать в футбольные интернаты, как сейчас оно происходит, там, в Краснодар, там, в Тольятти, не знаю, куда еще, там, на Северный Кавказ, где созданы эти школы, в Томск, там, или в Омск, не помню, где там, у Смертина. Они будут уезжать туда, они будут восхвалять уже не нашу область, да, понимаешь, они будут работать. А мы будем вкладывать деньги. Да. Так что я думаю, что о родине лучше поговорить с кем-то более знающим и после 15-го числа, когда уже будет какое-то решение принято. Но мы, Николай, договоримся, мы эфир сделаем в формате дневного разворота, обязательно кого-то позовем после того, как все-таки произнести хотя бы статус команды. Вопрос очень такой важный, мне кажется, для горожан. Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» в нашей студии. Про общественную палату поговорить уже не успеваем, но, думаю, поговорим после 10-го июля, когда, я так понимаю, будут собраны документы от части кандидатов в новый состав общественной палаты. Все, прощаемся. Время наше заканчивается. До свидания. До свидания.